Всем привет! Сегодня мы поговорим о карательном подразделении, о котором знают многие, но по факту не знают ничего. На нашем канале уже были выпуски о бригаде карателей Оцкара Дерлевангера. Раньше мы говорили о всем известных фактах, таких как бойня в деревне Барки в июне 42-го года и подавление восстаний в Варшаве, когда упри из бригады Дерлевангера показали себя во всей красе. Кстати, если бы не Варшава, то на Западе бы про карателей Дерлевангера особо бы никто и не вспоминал и не говорил бы, ведь в принципе европейцам плевать на жертвы советских граждан. Сегодня же мы поговорим о явлении этого адского подразделения под несколько иным углом, поговорим так, как раньше не говорили. Куда же все девалось это зверье после войны? Их всех замесили советские войска? Их всех повесили после Нюрнбергского процесса и ряда других судебных разбирательств? Они все отдали концы в советских лагерях, долбя киркой мерзлый грунт в Воркуте? Они бежали на Запад? Нет, не совсем так. На все эти вопросы мы постараемся частично ответить в этом выпуске. Цель нашего канала – помнить, помнить и осмысливать белые пятны истории, освещать то, что умалчивается и сознательно искажается. Обойти стороной такое нарицательное явление, как карательное подразделение, которое создал Оскар Дерлевангер, никак не получится. Дело в том, что оно всю историю своего существования стояло особняком от Вермахта, СС и даже от других карательных подразделений, Зондеркоманд и Аинзацгрупп СД и СС. Реально, по воспоминаниям других карателей, они сторонились подразделения Дерлевангера. Опираться в данном выпуске мы будем на очень хорошую и качественную книгу, которая вышла не так давно. Книга называется «Охотники за партизанами. Бригада Дерлевангера». Авторы книги Дмитрий Алексеевич Жуков и Иван Константинович Ковтун собирали действительно уникальный материал. Смогли суммировать и проанализировать сотни, как советских документов, воспоминания свидетелей, протоколов допросов, так и документов из западных источников и все то, что смогли вытащить из немецких бундерсархивов. Попытаться беспристрастно, без эмоций написать об одном из самых жестоких и отмороженных подразделений в мировой истории нужно тоже уметь. Подача материала очень серьезная, кровавые и страшные вещи они преподносят под таким углом, что думающий человек поймет, что это не просто маньяки и дегенераты, которыми нам их всех преподносили, а на самом деле они гораздо хуже и страшнее. Бригада Дирлевангера, или 36-я добровольческая пехотная дивизия СС, как она называлась официально и проходила по документам со второй половины войны, это по сути феномен, стихийное и античеловеческое формирование, которое даже по меркам Третьего Рейха через чур. Дело в том, что внутри гидры Рейха выросли плоды, которые напугали даже своих хозяев. Этот выкидыш нацистского режима был не нужен ни СС, ни тем более вермахту. Только Гиммлеру. Широко известный факт, что во время подавления Варшавского восстания каратели Дирлевангера вышли из-под контроля и перестали вообще кому-либо подчиняться, кроме Оскара Дирлевангера. А кровавый звериный кураж насторожил даже матерых нацистов, и лично Гитлер отдал приказ, чтобы этих зверей вывели из города. Если и был дьявол во плоти, то имя ему Оскар Дирлевангер. Дирлевангер – это сам нацизм, он и есть самосмерть. Если Гиммлер и Гитлер никогда сами не пачкали свои руки и не видели своими глазами, как горят дома с живыми людьми, то Оскар участвовал во всем лично. Фронтовик, ветеран Первой мировой, он уже в 1919 году открыто демонстрировал свои антикоммунистические и антинационалистические взгляды, когда Гитлер только начинал свою политическую борьбу. Будучи одним из самых старых членов НСДАП, Дирлевангера вышвырнули даже оттуда за то, что он компрометировал партию, не хотел разоружаться, как этого требовали действующие власти, и подставлял своих коллег по нацистской партии, будучи отъявленным радикалом. Когда началась мировая бойня, такие как Оскар стали очень нужны режиму, и за первые два года войны ему удалось собрать из бывших браконьеров, уголовников и коллаборационистов собрать весьма боеспособные соединения. Из материалов и анализа противопартизанских операций на Восточном фронте мы видим, что помимо того, что боевики Дирлевангера были жестокими убийцами, среди них хватало и профи. И если бы там были бы одни дебилы и просто садисты, то белорусские партизаны порвали бы подразделения Дирлевангера на куски. Но этого не случилось. С 1942 года бригада активно действовала на Восточном фронте, провела ряд кровавых акций, потом была в Польше, засветилась в Югославии и везде оставляла за собой кровавый шлейф. В плане войны у Дирлевангера был очень большой опыт, и он отдавал себе отчет, чем и кем командует, здраво оценивал силы своего пусть и обученного, но сброда. Он никогда не давал бросать свои подразделения в открытые фронтовые бои против кадровых частей Красной Армии, понимая, что шансов нет от слова совсем. Подразделение уникально в том плане, что это был явно не тот случай, когда можно было записаться в карателе, чтобы просто не подохнуть, выйти из тюрьмы или концлагеря, получить пайку еды, а потом сбежать или вообще перейти к партизанам. Это не был кочующий табор. Если в Роа Власова и всякие туземные коллаборонистические батальоны набирали всех, кого попало, и они разбегались при первой же возможности, стоило только немецким хозяевам ослабить хватку, то бригада у Оскара это другое. Там была субординация и палочная дисциплина. Для подопечных Дирлевангера он был царь и бог. Для тех, кто туда попал, по сути это был билет в один конец. Это как секта, только хуже. Путевка в А, не иначе. Все свое существование бригада ввела какую-то свою войну и жила по своим правилам, которые не имеют ничего общего с правилами войны и какими-либо конвенциями. 36-я добровольческая дивизия СС Дирлевангер, это как психбольница, в которой самый опасный пациент вдруг стал главным врачом. Куда же они делись, когда Рейх пал? Куда расползлись все эти убийцы, когда их божество в лице Оскара Дирлевангера уже чалился в тюрьме под охраной польских солдат из числа французского оккупационного корпуса? Что стало с офицерами и солдатами из карательного батальона, потом бригады, а потом и дивизии СС Дирлевангера? Давайте разбираться. Фритц Шмедес и командир 72-го полка СС Эрих Бахман пережили войну и позже жили в Западной Германии. Другой командир полка, Эвальд Эллерс, не дожил до конца войны. По словам Карла Гербера, Эрлес отличался невероятной жестокостью и был повешен своими же подчиненными 25 мая 1945 года, когда его группа находилась в Хальпском котле. Гербер услышал рассказ о казни Эллерса, когда вместе с другими эсэсовцами шел под конвоем в советский лагерь для военнопленных в Сагане. Неизвестно, как завершил свой жизненный путь начальник оперативного отдела Курт Вайси. Незадолго до окончания войны он переоделся в форму эфрейтора вермахта и смешался с солдатами. В итоге он оказался в британском плену, откуда 5 марта 1946 года совершил удачный побег. После этого следы Вайса теряются, его местонахождение так и не было установлено. До сегодняшнего дня бытует мнение, что значительная часть 36-й дивизии эсэс была, говоря словами французского исследователя, зверски уничтожена советскими войсками. Безусловно, имела место факты расстрела эсэсовцев с советскими солдатами, но далеко не все из них были казнены. По данным французского специалиста, 634 человека, ранее служивших у Дирлевангера, сумели пережить советские лагеря для военнопленных и в разное время вернуться на родину. Однако, ведя речи о подчиненных Дирлевангера, оказавшихся в советском плену, не следует забывать, что больше половины из тех 634 человек, которым удалось вернуться домой, были членами Коммунистической партии Германии и Социал-демократической партии Германии, попавшими в штурмовую бригаду эсэс в ноябре 1944 года. 480 человек, перебежавших на сторону Красной Армии, так и не были освобождены. Их разместили в лагерях для пленных номера 176, в Фокшанах, Румынии. Затем их отправили на территорию Советского Союза, в лагеря под Сталино, сегодня Донецк, где они распределены на группы и занимались там добычей каменного угля. Разумеется, некоторые из них скончались от разных болезней. Процесс возвращения домой начался только в 1946 году и продолжался до середины 50-х годов. Определенная часть штрафников, группами по 10-20 человек, оказалась в лагерях Молотова, Перемь, Свердловска, Екатеринбург, Рязани, Тулы и Красногорска. Еще 125 человек, в основном коммунисты, работало в лагере Бокситогорска, под Тихвином, 200 километров восточнее Ленинграда. Органы МТБ проверяли каждого коммуниста. Кто-то выходил на свободу раньше, кто-то позже. Около 20 бывших членов формирования Дерлевангера в последующем участвовали в создании Министерства государственной безопасности ГДР, Штаззе. А некоторым, как бывшему осужденному штрафного лагеря СС в Дубловице, Альфреду Найману удалось сделать политическую карьеру. Он был членом Политбюро Социалистической Единой Партии Германии. Несколько лет возглавлял Министерство материально-технического снабжения, а также был заместителем председателя Совета Министров. Впоследствии Найман рассказывал, что штрафники-коммунисты были под особым надзором, у них до определенного момента не было статуса военнопленного, так как некоторое время они считались лицами, причастными к карателям акциям. Судьба осужденных членов СС, вермахта, уголовников и гомосексуалистов, попавших в плен Красной Армии, была во многом схожа судьбами коммунистов-штрафников, но прежде чем их могли воспринимать как военнопленных, с ними работали компетентные органы, стремившиеся разыскать среди них военнопленных преступников. Некоторые из тех, кому посчастливилось выжить после возвращения в Западную Германию, были вновь взяты под стражу, в том числе 11 уголовников, не отсидевших свой срок до конца. Что касается предателей из СССР, служившими в специальном батальоне СС, то для их розыска в 1947 году была создана следственная группа, которую возглавил следователь по особо важным делам МТБ майор Сергей Панин. Следственная группа работала 14 лет. Результатом ее работы стало 72 тома уголовных дел. КГБ при Совете министров Белорусской ССР 13 декабря 1960 года было возбуждено уголовное дело по фактам злодеяний, совершенных карателями особого батальона СС под командованием Дерли Вангера на временно оккупированной территории Белоруссии. По данному делу, в декабре 1960 года, мае 1961 года, за убийство и истязание советских граждан сотрудниками КГБ арестовали и привлекли к ответственности бывших ССовцев. 13 октября 1961 года в Минске начался суд над коллаборантами. Всех их приговорили к смертной казни. Конечно, это были далеко не все коллаборанты, служившие у Дерли Вангера в 1942-1943 году, но жизнь некоторых закончилась еще до того, как состоялся упомянутый процесс в Минске. Например, ИД Мельниченко, командующий подразделением после того, как воевал в партизанской бригаде имени Чкалова, в конце лета 1944 года дезертировал. До февраля 1945 года Мельниченко скрывался в Мурманской области, а затем вернулся на Украину, где промышлял воровством. От его руки погиб уполномоченный ракетянского РОНКВД Рожин. 11 июля 1945 года Мельниченко явился с повинной к начальнику Узинского РОНКВД. В августе 1945 года его отправили в Черниговскую область, в места, где он совершал преступления. Во время перевозки по железной дороге Мельниченко совершил побег. 26 февраля 1946 года он был блокирован сотрудниками опергруппы Носовского РОНКВД и застрелен при задержании. В 1960 году КГБ вызвало на допрос в качестве свидетеля Петра Гавриленко. Сотрудники госбезопасности тогда еще не знали, что он был командиром пулеметного отделения, проводившего расстрелы населения в деревне Лесины в мае 1943 года. Гавриленко совершил самоубийство, выбросился из окна третьего этажа гостиницы в Минске в результате глубокого душевного потрясения, произошедшего после того, как он вместе с чекистами побывал на месте бывшей деревни. Еще один каратель по имени Ростислав Муравьев служил штурмфюрером в украинской роте, войну пережил, жил в Киеве и работал преподавателем в строительном техникуме, арестован и приговорен к высшей мере наказания в 1970 году. Поиск бывших подчиненных Дирлевангера продолжались и дальше. Советскому правительству также хотелось увидеть на скамье подсудимых и немецких штрафников. Еще в 1946 году глава белорусской делегации на первые сессии Генеральной Ассамблеи ООН передал список 1200 преступников и их пособников, в том числе и членов особого батальона СС, и потребовал их выдачи для наказания в соответствии с советскими законами. В дальнейшем советские органы госбезопасности установили, что активное участие в уничтожении населения Белоруссии принимали 12 человек. Согласно советским документам, они ушли на Запад и не понесли наказание. В ФРГ прошло несколько судебных процессов, на которых рассматривались преступления батальона Дирлевангера. Один из первых таких процессов, организованный Центральным управлением юстиции города Людвизбурга и прокуратуры Ганновера, состоялось в 1960 году, и на нем, среди прочего, выяснялись роль штрафников в сожжение белорусской деревни Хатынь. Недостаточная документальная база не позволила привлечь виновных к ответственности. Впрочем, и позднее, в 70-е годы, судебные органы недалеко продвинулись в установлении истины. Прокуратура Ганновера, занимавшаяся хатынским вопросом, даже сомневалась, могла ли речь идти об убийствах населения. В сентябре 1975 года дело было передано в прокуратуру города Итцеха, но и поиски виновников в трагедии оказались малоуспешными. Не помогли этому и показания советских свидетелей. В итоге, в конце 1975 года дело закрыли. Также безрезультатно завершилось пять процессов против Гейнца Ренифарта, командира опергруппы СС и полиции в польской столице. Прокуратура Фрейсенбурга пыталась выяснить подробности расстрелов гражданских лиц во время подавления Варшавского восстания в августе-сентябре 1944 года. Ренифарт, ставший к тому моменту депутатом от Единой партии Германии, отрицал участие СС в преступлениях. Известны его слова, сказанные перед прокурором, когда вопрос коснулся деятельности полка Дирлевангера на Вольской улице. Тот, кто утром 5 августа 1944 года выступил с солдатами, к вечеру 7 августа 1944 года располагал силами около 40 человек, которые боролись за свою жизнь. Его боевая группа, которая существовала до 7 августа 1944 года, едва смогла совершить такие расстрелы. Бои, которые она вела на улицах, были ожесточенными и привели к большим потерям. То же самое касается и боевой группы Майера. Эта группа также была скована боевыми действиями, поэтому сложно представить, чтобы она занималась противоречивыми международному праву расстрелами. Ввиду того, что открылись новые материалы, опубликованные в монографии историка из Люнинбурга доктора Ханса фон Кранхальса, фленсбургская прокуратура прекратила расследование. Тем не менее, несмотря на новые документы и усилия прокурора Бирмана, возобновившие по этому делу дознание, Рейни Фар так и не был привлечен к ответственности. Бывший командир опергруппы тихо скончался в своем доме в Фесландии 7 мая 1979 года. Спустя почти 30 лет, в 2008 году, журналисты из Шпигеля подготовили статью о преступлениях особого полка СС в Варшаве. Были вынуждены констатировать факт, в Германии до сих пор никто из командиров этой части не заплатил за свои преступления. Ни офицеры, ни солдаты, ни те, кто был с ними заодно. В 2008 году журналисты также узнали, что собранные материалы по формированию Дерлевангера, как сообщил в интервью заместитель руководителя Людвигсбургского центра по расследованию преступлений национал-социалистов, прокурор Иохим Иридель либо никогда не передавались в прокуратуру, либо не изучались. Хотя с 1988 года, когда в ООН передали новый список лиц, объявленных в международный розыск, в центре накопилось немало информации. Как теперь известно, администрация Людвигсбурга передала материалы в суд земли Бюртемберг, где сформировали следственную группу. В результате работы удалось разыскать трех человек, служивших в полку в период подавления Варшавского восстания. 17 апреля 2009 года прокурор ГРК Богуслав Червинский сказал, что польская сторона запросила помощи у германских коллег в привлечении этих трех личностей к ответу, так как в Польше нет срока давности для совершенных преступлений. Ни одному из трех бывших штрафников немецкие судебные органы не предъявили обвинения. Настоящие участники преступления остаются на свободе и спокойно доживают свой век. Это, в частности, относится и к анонимному ветерану СС, у которого успел взять интервью историк Рольф Михаэлес, проведя не более двух лет в лагере для военнопленных. В 1952 году он стал водителем школьного автобуса, а затем экскурсионного автобуса и регулярно бывал в Австрии, Италии, в Швейцарии. На пенсию аноним вышел в 1985 году, скончался бывший браконьер в 2007 году. За 60 послевоенных лет его ни разу не привлекли к ответственности, хотя из его воспоминаний следует, что он принимал участие во многих карательных акциях на территории Польши и Белоруссии и убил немало людей. За годы своего существования штрафники СС, по подсчетам автора, уничтожили около 60 тысяч человек. Эта цифра, подчеркнем, не может быть считаться окончательной, так как исследованы еще не все документы по данному вопросу. История формирования Дирлевангера, как в зеркале, отразила в себе самые неприглядные и чудовищные картины Второй мировой войны. Это пример, кем могут стать люди, охваченные ненавистью и вступившие на путь тотальной жестокости, люди, потерявшие совесть, не желающие думать и нести какую-либо ответственность. Ну и какие же мы с вами можем сделать выводы из всего услышанного? Во-первых, бригада карателей была весьма разношерстной и наследить успела так много, что ее кровавый след тянется от СССР по всей Европе. Во-вторых, там даже не пахло никаким боевым братством. Все держалось исключительно на авторитете и страхе перед Дирлевангером. Только его не стало, как каратели начали вешать друг друга на деревьях и разбежались кто куда. Секта и уголовная банда с военной дисциплиной. Третий вывод заключается в том, что все суды, которые проходили над карателями в Европе, а не в СССР, были гораздо гуманнее и тянулись годами. Нужно заметить, что органами следствия в СССР было плевать на довоенные прошлые карателя, даже если он попал в бригаду по политическим основаниям и был немецким коммунистом и записался в бригаду, чтобы не сгнить в концлагере. Но оказавшись у Дирлевангера, замарал руки по локоть в крови, и тогда его ждала виселица. Ну и последний вывод в том, что очень жаль, что их не всех передавили. Ну а у нас на сегодня все. Обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и нажмите на колокольчик. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok